Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Огромнейший привет тем, кто смотрит и слушает телерадиоканал Страна ФМ. Здравствуйте, друзья, в эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. Мы вас искренне и радостно приветствуем, ну и с великим счастьем сообщаем, что сегодняшний концертный зал имени Гаяны. Гаяночка, привет. Добрый вечер. Очень рада нашей встрече, она первая, но мы это точно уже знаем и наперед заглядываем, что далеко-далеко не последняя. Сегодня у нас Гаяна вместе с командой, с группой, со своими верными товарищами, бойцами. С орлами, красавцами. Мы обязательно сейчас тебя попросим представить всех, но прежде, конечно, должны сообщить, что наша встреча происходит в том числе и потому, что очень хотим пригласить вас на замечательное музыкальное событие, которое состоится 1 февраля в аптекарском огороде Ботанического сада МГУ. Потрясающе тропическое оранжерея, невероятная красота. И Гаяна представит свой концерт. Концерт. Концерт будет... Ты уже все сказала. Я сказала где-то, но от тебя требуется, наверное... Live in the Moment. Да, это последний наш сингл. Крайний, не последний. Конечно. На котором мы сняли классное вообще лайв-видео вместе с ребятами. Это наша первая работа в таком составе крутом. Вот. И, собственно, мне кажется, с этого видео начинается какой-то новый этап этого проекта. Ой, это всегда так интересно. Это всегда так волнительно. Мне кажется, у меня каждые 3 года какой-то новый этап. Но этот этап, пожалуй, самый интересный из всех. Вот. И, собственно, сыграем пару новых песен из грядущего альбома. И песни эти на русском языке. То есть до этого у меня не было русском языке песен. Да. Надо сказать так, что если ваша молодость пришла на 80-е годы, то вы точно должны обожать и благотворить Гаяну и все, что она делает вместе со своей командой. Потому что... Ну, правильно же я говорю, да, что музыка берет свои корни именно оттуда и стилистически именно... Ну, скажем так, да, первые два альбома, они действительно такой звук тёплый, немного ретро, аутентичный... Магнитофонный клет. Воспроизводят, да. Сейчас мы, может быть, немножко от этого отходим, но, тем не менее, всё равно мы людям очень... Отходите куда, Гаяночка? В 70-е, может быть? Или... В 2030-е, куда себе движешь путь? Ой, да сами не знаем. Давайте послушаем и узнаем вообще, куда мы отходим. Пока мы просто экспериментируем и не привязываемся. Что прозвучит, да, из какого альбома рассказывай? Или это вообще новинка будет? Сейчас прозвучит песня, тоже одна из новых, но она не вошла ни в какой альбом, это просто был сингл «Living Water». Написана она совместно с композитором Ласло Бэнкером, который в своё время работал с Чакой Хан, с моей музой. То есть это действительно true 80-е, и это инструментальная работа его, она действительно из того времени, и мы её немножко оживили, и сделали из неё уже песню. Слушай, очень здорово. Представь, пожалуйста, только всех, потому что сейчас уже ребята... Да, можно вот без пафоса. Это Лёха. Лёха. Повелительный голос в гитаре. Это Марат. Марат, добрый вечер, привет. Супер-драмер. Это Димон. Димон. Вот, там Вова у нас на звуке. Очень скромно про Вову сказали. Ну ладно, хорошо. Да, Дима просто маэстро, у этого можно ещё так объявлять. Ну, уже хочется, конечно, услышать всех в деле, что называется. Да-да-да, давайте. Давай. Любим. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, что-нибудь для... Мне кажется, каких-то конкретных посвящений... Сейчас просто слишком много музыки мне нравится. То есть тогда я просто фанатично слушала Чаку, а сейчас я пытаюсь... Ты отдала как бы должное, да, наверное, что хотелось отдать, воздать. Да, сейчас немножко другая история. Я впитываю много-много разной музыки, поэтому это такой микс разных вдохновителей. Что касается появления в твоем репертуаре русскоязычных песен, это все-таки, ну, я знаю, некая такая прям необходимость, может быть, давление своего рода, да, или такое созревание, пришедшее, случившееся и органично уже просто наступившее время, когда пора. Да, скажем так, давление, оно было небольшое, но оно на меня никак не работало, в общем, потому что пока не созреешь, пока действительно сам не захочешь, мне кажется, русский язык, он такой, либо он сам приходит к тебе, либо лучше делай на английском, но будь уверен, что это хорошо, вот. Мне это очень понравилось, твое высказывание как раз на эту тему, что ты не считаешь, что русский язык, он не певучий или там какой-то плохо ложащийся там на музыку, ни в коем случае, как раз наоборот, он невероятно красивый, очень сложный и гораздо сложнее, да, справляться именно с русским, слово вот этим образованием, да, и сложением в риму красиво, чем с английским. Ну так, ну, дело в том, что фонетика, она действительно сложная, и очень сложно положить текст так, чтобы он красиво звучал в союзе с мелодией, но это интересно, это как собирать пазл, и просто мне в один момент действительно стало это интересно, я попробовала, мне кажется, звучит очень органично, но сегодня мы, правда, не сыграем. Ни одну? Нет, приходите на концерт. Ах, вот оно что! Простите, простите. Восемь вечера, аптекарский огород, друзья, первое февраля, добро пожаловать. Ну, кстати, называется ночной концерт, ну, это все плавно перетечет к ночи. Ну, понимаете, музыканты такие жалобы, для нас восемь часов, это уже глубокая ночь. Да, конечно, что-то в этом духе. Доброе утро, да. А вы знаете, кстати, вот такой немаловажный момент, но мне кажется, нужно о нем обязательно сказать, что вот этот самый билет концертный, а он включает также посещение всех выставок, экспозиции, ботанического сада и, между прочим, согревающий напиток в садовом буфете. Ну, где вот еще? Какая концертная площадка может предоставить такие классные? Ребят, мы были не в классе, надо воспользоваться. Конечно, у вас, я думаю, по два напитка должно быть в согревающих в садовом буфете. Как минимум, абсолютно. Точно надо идти. Сколько альбомов на сегодняшний день у тебя уже? Два, два альбома. И как раз вот третий, ты анонсировал буквально несколько минут назад, да, что он готовится. Он будет целиком состоять из русских песен? Я думаю, что нет. Ну, некоторые песни, они пока в подвешенном состоянии. Я еще не знаю, на каком языке они будут звучать, но мне кажется, большинство... А здесь рассматриваются русский и английский или еще какие-то есть варианты? Нет. Какие версии, например, и на английском, и на русском? Такая мысль была, вот, но надо подумать вообще, какая в этом может быть цель. Вот, я все стараюсь делать осознанно, вот. Собственно, мне музыка всегда диктует, какой язык использовать. Поэтому некоторые песни, они оказались универсальными, то есть, мне кажется, они могут звучать и на том, и на том языке. Но, конечно, хочется, чтобы большее количество людей понимали, о чем ты поешь. Все-таки, даже если знаешь английский, ну, немножко тяжело воспринимать онлайн, скажем так, вот. В процессе того, как ты эту музыку слушаешь, тебе все равно приходится напрягаться, переводить, прислушиваться. А хочется, чтобы это был такой единый поток музыки и слова. И поэтому русский язык, конечно, в этом плане гораздо лучше сокращает эту дистанцию. Что касается репертуара, скажи, вы же пишете с твоим супругом, Володей, который здесь у нас сегодня в студии. Вы уже сказали о звуком Вова, да, в самом начале. Он его здесь совсем чутко-чутко наблюдает и, конечно, принимает участие непосредственно. И музыку, и слова вы в большинстве композиций как-то вот между собой, да, помогая друг другу, восполняя, поправляя, сочиняете. Вот все предыдущие альбомы, все работы, практически все. Да, мы писали с Вовой. Что касается музыки, тексты это моя, скажем так, сторона. Вот. Правда, Вова немножко ушел в звукорежиссуру. Но это сегодня только, вероятно. Нет, не сегодня, да. Это случилось когда, Вов? Года два уже. Владимир Бойцов, вернитесь, да. И он слишком востребован, ему перестало хватать времени на то, чтобы писать музыку. Вот. Он теперь ее красиво оформляет, сводит и концерты рулит и прочее, прочее. И вынуждена ты теперь, значит, обращаться к другим композиторам. Ну, мне, в общем-то, я всегда открыта к интересным сотрудничествам. И поэтому мой друг Стас Истахов, который раньше делал нам, например, ремиксы, точнее, он делал один ремикс, и мне очень нравится, как он продюсирует. Собственно, мы попробовали и выпустили с ним вот последний наш трек, Live in the Moment, и он вышел на лейбле мастерская Вани Дорна. И, собственно, с этого, я думаю, мы поняли, что стоит продолжать вместе творить. Нам действительно комфортно очень, и мы вот работаем над альбомом сейчас. Ну, это большая удача, конечно, встретить такого человека, да, когда прям твоя родственная душа, и понимаешь друг друга с полуслова, с полу ноты. Ну, а сейчас у нас и слова, и ноты. Чьи? Рассказывай. Чьи? А, собственно, Ласла Буэнкер, о котором я уже говорила, это еще одна наша работа совместная. Я просто услышала этот инструментальный, ну, это не набросок, композицию. И я услышала в ней абсолютно вокальную мелодию, и я просто написала текст. И, собственно, получилась песня «Клаустрофобия», которая вошла во второй альбом. Смотрим, слушаем, друзья. Не боимся клаустрофобии. Ждем ее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну, к детским отрицательно. Я не могу смотреть, например, всем известное шоу, да. В большей степени из-за слез и именно вот этих вот негативных эмоций, которые они испытывают. Ужасно переживаю. У меня у моей дочки два года. И ты понимаешь, что ты никогда ее в детский конкурс можем упасить, да? Если она сама проявит такое желание, то, конечно. Но сама ее никогда не буду. У способности какие-то уже наблюдается. Мне кажется, она очень музыкальная. Ну, поэтому жди запрос. Малый и папа. Ну, что такое постоянно такое окружение? Ну, мне кажется, у меня будет свой интересный путь, потому что, когда ты рождаешься в семье музыкантов, это немножко другая история. Это не совсем то, когда тебя отдают в музыкальную школу, вот эти все бесконечные конкурсы, когда родители не знают, куда и как, они пытаются ребенка везде засунуть. То есть, мне кажется, она и так будет расти в нужной среде и найдет себя в определенный момент. Расскажи нам, пожалуйста, немножко, ну, Коль уж мы сказали нашим зрителям, послушателям о том выступлении. Как ты оказалась вообще в Кремле в 12 лет на одной сцене с мэтром, с величайшим человеком? Ой, это давно было. Сейчас вспомню. На самом деле, это не совсем позитивная история в том плане, что бэкграунд такой достаточно трагичный, потому что это все связано с событиями в Беслане. Да, да, да. И краснодарский композитор и поэт, они написали песню, посвященную этой трагедии. Иосиф Давыдович ее должен был петь. И нужен был детский голос, девичий детский голос, который споет небольшой вокализ. И, соответственно, в Краснодаре меня позвали... Кто еще, кроме Гаяна, конечно. Ну, просто да. Я записала этот вокализ, и Иосиф Давыдович меня пригласил потом спеть уже с ним. И это был не один концерт, кстати. То есть были еще выступления именно с этой композицией. С этой композицией, с этой песней мы выступали вместе. Вот. Ну, собственно, да. Такая история, но, тем не менее... А то опыт для 12-летней девочки. Для меня это, конечно, было огромное событие. Я, наверное, не очень понимала, что происходит. Но, тем не менее, все равно переживания были колоссальные. Они отличались от тех переживаний, когда ты выходила на каком-нибудь региональном конкурсе и занимала первое место? Я думаю, да, потому что я как-то себе сказала, что когда я отпою этот концерт, мне уже ничего не будет страшного. Никакие конкурсы, никакие концерты. Потому что я была очень переживательным ребенком. И я перед каждым выступлением тряслась буквально. Но вы всегда лучше тебя поддерживали, как-то скажи. Да, он очень уважительно относился ко мне как к коллеге. Он меня назвал коллегой. Ух ты! Это очень приятно. В 12 лет услышите такого человека коллега? Ну, если я выйду, это, конечно, личность великая. И, мне кажется, это свойственно именно таким великим людям. Ты права, абсолютно согласна. Такое уважение, невзирая, кто перед тобой. Ребенок, взрослый. Это действительно очень-очень ценно. Коллеги, мы должны сделать небольшую паузу, после которой вернемся в эфир. Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Дамы и господа, мы продолжаем. Гаяна в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Мы слушаем очень красивые песни. Слушаем их на английском языке. На русском песни прозвучат 1 февраля в аптекарском огороде. Приходите, начало 8 вечера. Да, ну, конечно, не только на русском, но на английском там тоже будет. Конечно, там программа гораздо обширнее будет, нежели чем мы сегодня попытаемся вместить в нашем части. Но, надо сказать, чему и этому мы очень-очень-очень рады. И это просто, честно говоря, даже мало что сказать. Гаяночка, я хотела, что у тебя узнать. О многих песнях твоих происходит такое осмысление библейского сюжета. И ты даже признавалась, что некоторые песни даже были написаны с библией в руках. Так же все верно? Ты реагируешь, пожалуйста. Как-нибудь, думаю, может, журналисты нас учиняли, что-нибудь в интернете там пишут, и пишут, что это не так, никакой библии в руках там не было. Это такая действительно искренняя необходимость в этом. Это какой-то поиск себя. Это вера, которая действительно глубоко сидит. Я не знаю, которую привели родители. Скажи, пожалуйста, с чем это связано? Мне кажется, на сегодняшний день, когда очень молодая, красивая и талантливая девушка обращается к таким темам, ну, это крайне редко. Это практически невозможно. Судя по всему, ты одна такая. Ну, вот ты с супругом вместе. Ну, может быть, не принято, да, на таких вещах говорить громко, но когда это есть, когда это искренне, и ты действительно этим живешь, то почему бы не говорить об этом? Тем более, что я отношусь к созданию музыки как к возможности действительно высказаться, сказать что-то себе. Вот многие песни, которые действительно с христианским подтекстом, они больше, наверное, к себе обращены, с каким-то обличением или с какой-то, наоборот, попыткой себя направить на путь истины. Действительно, я некоторые песни переслушиваю, мне кажется, что я в них какой-то даже ответ нахожу на свои вопросы, потому что действительно бывает так, что ты напишешь песню, а открывается ее смысл тебе спустя какое-то время, и это очень интересно. И ты совершенно по-другому уже поешь через два года ее, и по-другому ее понимаешь. Ну, скажем, вера, да, она и привита родителями, но осознанное уже понимание всего, оно пришло, конечно, позже, в таком более сознательном возрасте. И просто был такой период, когда я действительно искала ответы, и все это вылилось в музыку, в тексты. Это удивительно. Ты знаешь, а какими-то поисками внутри себя или там смыслов каких-то, может быть, кто-то и занимается, но что касается творчества, здесь большими жирными буквами выпячивается в основном слово «хайп». И, наверное, вот, ну, к сожалению, на сегодняшний день, возможно, вот именно христианская тема и хайп – какие-то вещи совершенно несовместимые. Ты же прекрасно понимала, наверное, об этом, когда писала эти песни. Ну, скажем, конечно, я понимала, что многим людям это непонятно, и они не разделяют эти принципы, это мировоззрение. Но это никогда не мешало никому просто слушать мою музыку и просто, ну, скажем, не копаться так глубоко, потому что, во-первых, музыка на английском, то есть это все равно не так явно, не так очевидно. Тот, кто ищет, он найдет смысл. А умеющие уши услышат. Да, поэтому кто-то говорит мне, например, «Гаян, ну, я как бы в это все не верю, но мне просто нравится твоя музыка». Ну, а скажи, приходят тебе стихи музыки, или ты как-то сама пишешь, или вот поток? Как это все происходит? По-разному, по-разному. Иногда это действительно труд, большой труд, когда ты сидишь и каждое слово вымаливаешь. Иногда это действительно такой какой-то поток, когда ты просто даже не понимаешь, как оно складывается, как будто бы само собой. Это всегда очень разный процесс. Песню, которую мы сейчас послушаем, помнишь, какая она появилась у тебя? Она достаточно легко написалась, кстати. И вот ее я писала действительно с Библией в руках, и там много цитат из Библии. И в тексте у меня есть ссылки на все стихи из Библии, которые я использовала. Эта песня, да. Очень хочется послушать. Она появилась сама собой. Да, давайте. Как называется? Называется она «Кингдом царства». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Саша, скорее всего, там ждут русскоязычный альбом Да, может быть тоже, действительно именно так По поводу клипов, расскажи, пожалуйста, в этом направлении, какая работа в 2019 году будет вестись коллективом? Все посмотрели на Владимира Владимир напоминает Владимир, да, издает цифровые звуки Красивые Да Какая планируется работа Ой, честно говоря, я думаю только об альбоме И все мои мысли об альбоме И о песнях Я их переслушиваю миллион раз на дню То есть песни все готовы Все написано Просто надо выпустить Они еще в процессе Ты что-то переслушиваешь, да, Ром, ты, наверное, хочешь спросить? Что? Переслушиваю, нет, еще идет работа, они еще не завершены Вот До клипа пока нет времени, да? Клип планируем снимать Я не могу пока сказать, на какую песню, потому что альбом еще не вышел Но, да, мы на самом деле планируем много-много чего И видео, и все, что пойдет в поддержку альбома Скажи, а можно так связать твое желание Экспериментировать и двигаться дальше Пробовать себя в различных жанрах музыкальных И в других языках Или непробованных, я имею в виду, в том числе и русских Может быть появление дочки как-то связано? Безусловно Да, все-таки Я бы взяла просто масштабнее Она, в принципе, изменила все Ее появление изменило всю мою жизнь Меня просто, мне кажется, вот Вышло Вышло то, что сидело внутри Наружу, то, что я боялась показать И какая-то уверенность в себе В своих силах Потому что, ну, действительно Ребенку два года Я понимаю, что за эти два года я сделала Ну, действительно много чего Ну, это круто Гораздо больше, чем за всю свою жизнь до этого Да, конечно, это были самые сложные Самые счастливые два года Как тебе кажется? А Владимир как-то вот так же Можно сказать, что тоже Разменился в плюс? Ну, Вова это удивительный папа Очень любящий Он просто такими глазами смотрит На нашу дочь Что, мне кажется, любая женщина мечтает Чтобы на нее так смотрели Как Вова смотрит Друзья, можно увидеть в инстаграме Да, заходите Да, поэтому У нас Вова жизнь поменялась просто Ну, как и у любого родителя Любящего И который действительно осознанно Пришел к тому, чтобы Скажи, а могут ли появиться у вас Песни детские, например? Ну, или вот А, собственно, первая песня, которую мы сыграли Я как-то не упомянула об этом Она посвящена именно дочке нашей Она просто такая шутливая на самом деле И музыка почему-то мне 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 Напомнила Действительно Характер нашей дочки Такой озорной Вечно В какой-то активности В бесконечном Движении Вот Собственно И будут еще песни Будет песня на новом альбоме Которую я посвящу ей И она будет называться ее именем Соломия Ой, как красиво Да Песни русскоязычные Или песни на английском? Пока не решила Вот Но Соломия уже точно На английском, на русском Все равно надо учить ром Дорогой Английский надо все равно учить Совершенствовать Да, никуда не улети от этого По поводу музыки восьмидесятых Сейчас Есть Такое ощущение Ну, по крайней мере По некоторым артистам Которые даже у нас здесь Играют на стороне FM Что Прям вот мода на них Возвращается Но Ты это Услышала и увидела Просто в своем сердце Тебе это нравилось Что Думаешь У тебя подсмотрели Подслушали Да Я думаю, Бруно Марс В шестнадцатом году Это сделал Угу И запустил этот тренд Очень громко и ярко Действительно есть Есть такая тенденция Не знаю, насколько она Сейчас актуальна Но Я Наверное Плохо это или хорошо Мало думаю об актуальности Того, что я делаю Вот Ну, мы сделали Да, в 2013 То есть, Бруно Марс Посмотрел у вас Я Понимаю Эээээм Да конечно Так все и происходит Ну а как Они у нас много чего подсматривают и подслушивают между прочим Это известный факт В музыке реже, конечно Вот О своем участии в голосе Расскажи Как это было Ну что там рассказывают Что там рассказывают Это был первый сезон Ну Было, было участие Да Оно было стремительным Коротким Веселым И давно Какие то выводы для себя ты сделал какие-то уроки. Выводы сделала такие, что с конкурсами надо заканчивать, что пора бы уже остепениться и просто стать взрослым серьезным музыкантом, и хватит уже тратить время. Ну, какую-то долю популярности дал тебе этот проект тогда? Может быть, пару-тройку тысяч подписчиков новых появилось в соцсетях? На самом деле, поток только тебя показали в эфире, какой-то бесконечный поток запросов друзья и прочего, каких-то сообщений. Насколько это долговечно, для меня это огромный вопрос, потому что, мне кажется, та аудитория, которая есть, она заработана просто с трудом, нашим материалом, который мы делаем, а не участием в проекте. Да, да, да. Поэтому не могу сказать, не могу проанализировать, но, конечно, все, что происходит в жизни, это все для чего-то нужно. Для меня это был, ну, хороший урок. Да. Хороший опыт. Какой бы еще опыт ты хотела получить, но пока у тебя еще такого опыта не было? Для профессии, может быть, что-то? Интересный вопрос. Сейчас я понимаю, что я вообще готова ко многим экспериментам, и те задачи, которые я себе поставила, они предполагают, ну, скажем так, пробовать достаточно себя в многих ипостасях, и как автор, возможно, для других исполнителей. Мне это интересно. Так, здорово. Сейчас я думаю, что все заинтересовались, конечно, артисты. И что касается моего проекта, мне бы очень хотелось не только петь, но и играть на своих концертах. Дима сейчас напрягся. А Дима преподает тебе? Нет, Дима мне не преподает. Ну, если я буду играть, то, скорее всего, только на клавишах, но это будут, скорее, такие вторые клавиши и какие-то партии лидовые, да. Но мне хочется быть ближе к ребятам, потому что, когда ты просто фронт-вумен... Ну, каждый должен заниматься своим делом. Зачем тебе это нужно? Нет, это немножко другое. Когда ты фронт-вумен, и ты поешь, тебе кажется, что ты немножко оторвана. Ты на вокале просто, все твои мысли о том, как ты выглядишь, как ты поешь, как ты двигаешься, как ты общаешься с публикой. А мне интересен вот сам процесс создания музыки вот в этом реальном времени. Скучно тебе стало просто, в общем, скажи, на сцене, да, в какой-то степени. Хочется себя испытать. Хочется еще больше, да. Хочется себя испытать. Поскольку ты сказала, что, скорее всего, это будут клавиши, значит, ты, в общем-то, как вариант рассматривал или рассматриваешь еще какой-то другой музыкальный инструмент. Ну, для другого музыкального инструмента мне придется года два так усиленно позаниматься, несколько часов в день, боюсь, у меня нет столько времени, поэтому остаются клавиши. Клавиши, и только клавиши. Ну, либо треугольничек или шейкер. Шейкер тоже отлично, конечно. Кому бы написала песня вот из артистов? Ну, знаешь же, коллег по цеху. Абсолютно точно написала бы Полине Гагариной песню. Кого чувствуешь, да, еще? Кого чувствуешь так вот? Кого чувствуешь? Кроме Полины, да, еще. А Полину ты оцениваешь очень высокопрофессиональной артисткой? Или, может быть, у вас связывают какие-то приятельские отношения? Ну, с Полиной мы достаточно тепло общаемся. И, конечно, она меня восхищает как артистка, ее трудоспособность, ее талант. Я была на ее концерте буквально осенью, по-моему, если не ошибаюсь. У меня немножко со временными... Ну, это нормально, ты творческий человек. Мы тоже, собственно... Я была поражена, как можно петь просто как машина. Настолько мощно, настолько чисто, идеально. При этом двигаясь, при этом вокруг тебя происходит какое-то шоу постоянно. И, ну, это да, это действительно мастерство огромное. А если вы общаетесь, в чем сложность? Никакой сложности, просто мне нужно было созреть. И так как у меня очень мало времени, и так как я мама, я думаю о том, как бы мне себе успевать писать музыку и песни. Но мне это действительно интересно. Просто все, что я делаю, я к этому прихожу действительно с огромным желанием. Если его нет, то, соответственно, я не могу себя пересилить. А сейчас оно есть. А мы можем продолжить дальше список из наших артистов. Это Полина. Какая-то, кто еще? Давай притягивать эту историю, пусть будет. Я не знаю, потому что, мне кажется, будет песня, и я пойму, к кому она может подойти. Потому что я не композитор, который напишет специально под кого-то. Я напишу то, что мне самой нравится. А если за очень большие деньги? Ну, это, опять же, ну, это немножко другое. Это немножко... Но возможно. Надо это уметь. Надо уметь видеть артиста, понимать структуру его музыки. И вот как-то вот... Хорошо, из зарубежных давай одно имя и переходим уже к исполнению. Кому бы я написала песню? Чаки Хан, я бы написала песню. Мне кажется, она бы мою песню спела бы. Она бы справилась, я думаю, да. Мне кажется, я понимаю, о чем она могла бы спеть. Что мы сейчас послушаем и о чем? Что мы послушаем? Послушаем песню Last Song, которая вошла в первый альбом. Ну, в общем-то, это просто прикольная песня. Больше нечего сказать. Ну, отлично. Мы очень любим такие. Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и уснула под нее. Но, тем не менее, она очень любит слушать маму и все время говорит, включи Гаяну, не хочу Бруна Марса, включи Гаяну. Песню Муфей. Почему-то Ривен де Момот у нее называется Муфей. Она так слышит. Значит, она уже и английский немножко понимает? Ну да, Муфей, Муфей она поет. Как слышит, так и поет. Ну, пока достаточно, я думаю, что что говорит для этого возраста. Да, уже плохо. А на концертной площадке иногда периодически приходится брать с собой? Она приходит в качестве слушателя. Ну да, конечно. Критика музыкального. И вот она будет первого. Критика. Это вот мне интересно. А что в два года можно сказать? Мама, эту песню больше не пой. Мама, артистизма вот не потянула здесь. Да, да, да. Мама, вот здесь немножко. А эти что было? Непонятно. Мне кажется, она вот прям понимает все, что происходит. Но меня радует, что ей нравится то, что я делаю пока что. У вас уже практически, можно сказать, происходит разговор таких двух друзей, двух взрослых людей. Ну, я стараюсь уважать ее мнение, да. И мне кажется, это залог залог доверительных отношений в будущем со своей дочерью. Ты сказала, что у нее есть способности к музыке, но при этом упомянула, что вот тебя отдали в музыкальную школу, там все сложно, серьезно. Как ты будешь выходить из этой ситуации? Вроде и музыки учить, но это же дисциплина определенная. Ну, на самом деле, альтернатив много. Она может заниматься частно любым инструментом, которым захочет. Может заниматься... Да вообще, чем она захочет заниматься, тем она и будет заниматься. Я не буду никак ее направлять. Вот, давай, давай, может быть, петь, может быть, на фортепиано играть. Нет. Мне кажется, от этого есть толк, действительно, тогда, когда есть огромное желание заниматься самой. Требуется ли тебе время, как творческому человеку при такой жизни, дочка, группа, побыть, может быть, одной? Как-то собраться с мыслями? Как ты выходишь из этого положения? Никак не выхожу, потому что такого времени очень мало. И, ну, я стараюсь делать, скажем так, свою работу, хотя сложно это назвать работой, в то время, когда она спит. Вот. Ну, ты приспосабливаешься просто, ты каждую минуту стараешься использовать. По строчке, где-то там. Да, по максимуму. Действительно, это получается. Я не понимаю, как я вообще раньше вставала в 12 дня. Так нерационально жила. До трех часов мы завтракали. До столько времени, да, свободно оказалось бы. Потом к восьми часам мы, может быть, доползали до студии, которая в соседней комнате, и что-то там делали, а потом ночью я, может быть, напишу какой-нибудь текст, написала две строчки, ну все, я устала и пойду спать. Сейчас это вообще не не прокатит, поэтому сейчас и песни пишутся гораздо быстрее. Вот мы и нашли ответ на вопрос, почему так сказать сейчас. Да, рождайте детей и сразу будете работать, как робот. Что касается выступлений двоих вместе с командой, с ребятами из группы, вы выступали на, ну, мне кажется, практически всех самых громких, любимых фестивалях в нашей стране, да, и за ее пределами. Есть, может быть, какое-то выступление, которое вам особо так дорого в сердцу. Это любая, может быть, площадка, какая угодно. Такой сложный вопрос. У меня все концерты уже смешались воедино. Хорошо, значит, тот самый еще впереди. И не один, которые будут, вау, что-то перебьют. Просто обычно музыкант, наверное, особенно когда у тебя впереди альбом, ты думаешь только о том, как его выпустить, сделать крутую презентацию, и все, все твои мысли там. То есть я, например, стараюсь не оглядываться, и мне кажется, каждый концерт, он лучше предыдущего, поэтому мне сложно сказать. Что у вас с продвижением за рубежом? Попытки наверняка были. Даша, что у нас с продвижением за рубежом? Ну, работа ведется, да? Даша — это директор. Я надеюсь, что да. Не, на самом деле у нас непаханное поле еще здесь, но одно другому не мешает. Конечно, именно поэтому я не перестаю писать и на английском, потому что не хочется закрывать для себя какие-то к себе границы ставить. И быть понятным людям, жителям всего земного шара, да, скажем так? Да, это было бы здорово. Мы тебе этого пожелаем от всей души. Мы, правда, невероятно рады и нашему знакомству здесь в студии, и этому сегодняшнему концерту, и музыкальной части, поэтому прям хочется искренне поблагодарить всех-всех-всех ребят. Орлов, как ты их любяны, очень красиво называешь, да? Люблю очень этих ребят. Первого февраля очень хочется напомнить, друзья, наши зрители-слушатели, в Москве, так что если вы проживаете в другом городе, возможно, еще есть оказаться в столице, тем более это пятница, уже конец рабочей недели. Восемь вечера. Аптекарский огород, ботанический сад МГУ. Красивейшее место, тропическая оранжерея, ну и потрясающая музыка. Честно, я покорена, я влюблена. Просто в восторге. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Гаяна, мы очень ждем тебя все-таки. Сегодня ты только проанонсировал, в феврале своим зрителям продемонстрируешь песню на русском языке. Мы будем ждать тебя здесь, вновь всех вас. Обязательно. С новой программой, с презентацией альбома, выход которого также с нетерпением ждем. И надеемся, что ты к нам придешь, обязательно расскажешь, проанонсируешь также выход этого альбома уже. Поделишься и скажешь, все, он готов. Завтра там-то, там-то. Скачивайте, слушайте с огромным удовольствием. Мы, конечно, клипы тоже ждем. Обязательно, обязательно клипы. И с альбомом придем, с удовольствием сыграем у вас новые, свежие песни. Ну, а сейчас на финалочку что у нас? На финалочку. Что у нас на финалочку? А закончим мы, наверное, тем самым, той самой композицией, которая вышла последней, Live in the Moment, на которой у нас есть видео, live-видео. И... Да? Отлично. Спасибо. Смотрим, слушаем. Live in the Moment, Live in the Moment, Live in the Moment, Live in the Moment, People reach the sky, Flying on a plane and building satellites, They fight the signs, Hoping we can find a way to never die, Stop to live and lie, And to get the freedom, Yeah, 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 Match the numbers, My God, And this cold revival, Yeah, oh, oh, You make my way, And I know I'm going to increase my faith, In the river flowing, I need no facts, I never lose my love, And that's my desire, I believe in the moment, Oh, 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 I believe in the moment, Oh, 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 Yeah, 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 yeah Субтитры сделал DimaTorzok 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 And the night seems so long 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 АПЛОДИСМЕНТЫ